Здравствуйте! Вы смотрите эксклюзивное интервью на ITV. Сегодняшний гость нашего программы Михаил Гоффман, экс-замначальника службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег при Национальном центре по борьбе с коррупцией. Здравствуйте, господин Гоффман. Добрый день. Ваше интервью в понедельник произвело эффект разорвавшейся бомбы, по крайней мере, в обществе, в СМИ. Вы произнесли там очень много вещей, которые до сих пор как бы говорили, ну так, тихо, полунамеками. Вы назвали вещи своими именами и даже назвали несколько фамилий. В частности, вы сказали, что за этой кражей стоит человек из приближения господина Плохотнюка. Но, насколько нам известно, никто из приближения, из приближенных господина Плохотнюка не действует без того, чтобы согласоваться с ним. Вы до сих пор так считаете, что этот человек действовал за спиной у господина Плохотнюка? Я думаю, что на этот вопрос должны ответить следственные органы. И, в принципе, не надо говорить о том, что виноваты только эти бизнесмены или кто стоял как координатора кражи. Вопрос в том, что виноваты в основном и в первую очередь госчиновники, которые заими подписями выдавались разные гарантии выдачи этих валютных резервов нацбанка и, в том числе, дивализация банковской системы. У меня вопрос еще такой возник сразу же. Почему вы об этом выступили и сказали только сейчас? Вы давно владеете этой информацией? Этой информацией я ей не владею. Она находится в соответствующих госорганах. Она расписана до мелочей еще в тот период. У меня есть свои соображения, почему я вышел именно сейчас. Потому что они меня уже достали. Вы боитесь за свою жизнь? Вам угрожали? Конечно, мне постоянно угрожают. Вы приводили пример, в частности, господина Бутмалая, да? Вы считаете, что с вами могут уже так же разделаться? Уже нет. Уже нет. Вы поэтому и вышли на телевидение? Ну да. Предупредить? Предупредить. Понятно. Есть реакция и политиков на ваши заявления? В частности, господин Лянко вышел на брифинг два дня назад и сказал, что вы некомпетентный и вас уволили чуть ли не по статье. И потому что вы заинтересованы в том, что у вас личная обида на него есть. Нет, нет никакой личной обиды. Он просто был премьер-министром, который, скажем так, первый подписал выдачу этих 9,5 миллиарда. На ваш взгляд, господин Лянко понимал, что он делает? Это вопрос не ко мне, а к нему. По большому счету, если он премьер-министр, он должен понимать, какой он пост занимает, за что он отвечает. И все его действия являются с большими последствиями. Он, по сути, представляет народ, страну. Вышел пресс-релиз, что вы получили приглашение в, или, скажем так правильно, повестку, да, в Генеральную прокуратуру, для того, чтобы дать показания по данному делу. Почему только сейчас? Генеральная прокуратура до сих пор не владела данной информацией? Вся информация моя есть там давно, но если они хотят еще раз меня увидеть, я, конечно, пойду и еще раз покажу, где находятся эти бумаги, у кого находятся эти бумаги, и что до сих пор они с ними предпринимали какие-то действия. Хотя... Экс-премьер-министр Молдова Иван Сторза написал в одной из социальных сетей такую информацию, что господин Филат не лично, а через определенных людей сейчас будет давать информацию по краже миллиарда, по тому, что происходило с банковским сектором, по многим другим вопросам. Намекая в том числе и на вас, насколько я понимаю, вы имеете к этому какое-то отношение? Мне трудно сказать, что имеет в виду Иван Сторза. Я не человек Филата. Более того, 3 августа 2019 года господин Филат в то время на одном из заседаний, которое было в здании Министерства финансов, четко сказал, чтобы меня уволили, потому что я мешаю, скажем так, некоторым процессам в банке экономии. Я этим вопросом ответил господину Сторзу, что я не тот человек, который, он думает, что я человек Филата. В своем интервью вы говорили как о банке де экономии, так и о целом банковской системе Молдовы. Можно еще раз вас попросить сказать максимально кратко о том, что происходило? Значит, как вы видите развитие событий, как было? Ну, банка де экономии была выбрана как платформа для кражи валютных резервов Национального банка. А, скажем так, если мы говорим, в общем, о всей банковской системе, все системные банки работали концентрированно, потому что провернуть такую, скажем так, мегакомбинацию невозможно сделать в одиночку. Надо было синхронизировать действия, скажем так, минимум 70% банковской системы. Заявление о том, что все на самом деле началось не в 2012 году, а гораздо раньше, с момента подготовления законодательной базы, ограничения полномочий контролирующих и надзирающих органов. Вы поддерживаете такую точку зрения, что сначала была законодательная подготовка на таком уровне, а потом уже непосредственно перешли к активным действиям по выведению? Они шли параллельно и синхронизировано. То есть мы не можем говорить, что сначала делались изменения нацбанка, много вещей делались на ходу, там надо поправить, тут надо сделать, потому что в такие вещи всегда что-то идет не так. Как вы считаете, это началось в 2012 году или гораздо раньше? Мы немножко путаем некоторые вещи. Если мы говорим о сомнительных кредитах, они всегда были, но то, что начало происходить с 2012 года, это чисто грубейшее и наглое потрошение банковской системы. Это была одна из подготовок для того, чтобы залезть, подойти к валютным резервам нацбанка. На сегодняшний день это прекратилось или система продолжает работу? Интересный вопрос. Имея в виду, что частные банки на сегодняшний день кредитуют, скажем так, правительство по 25%, за это кто-то должен расплачиваться? Как вы думаете, кто это будет? То есть опосредованно система продолжает грабить налогоплательщиков? С задней двери. Понятно. Я всегда говорил, что изначально не было интереса, чтобы красть этот миллиард, то есть имеется в виду валютные резервы. Просто по аксиоме частные банки не могут администрировать валютные резервы нацбанка. Это нет ни в одной стороне, как в практике. Но вот нашли формулу, как это сделать. И оно действует до сегодняшнего дня. Есть такое мнение, что это поддерживалось из-за рубежа определенными личностями, что это не схема, придуманная только в Молдове нашими... Она не молдавская схема, просто ее подготовили изне одними, подхваченными другими, но ее воплотили через, скажем так, внутренними силами, то есть разных бизнесменов, госчиновников и тому подобное. Вы назовете сегодня еще какие-то имена, кого, кто будет следующий, кого будут вызывать, на кого возбуждать уголовные дела? Я думаю, что лучше на эти вопросы могут ответить прокуратура. Спасибо вам за ответы на мои вопросы, за то, что вы нашли время. И смотрите, уважаемые зрители, смотрите наше интересное интервью на ITV Молдова. Спасибо. Хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.